Дэбл-бридж, конечно, крутой, но Центурион, конечно, уже лучше. Мега Центурион и точность, и мощность. Дэбл-бридж, ну что ж, неплохо. Ребчайный серий Зомбистрайк, тоже клевый бластер. У него необычный магазин. Дэбл-бридж, ну что ж. Даня, опять возишься со своими Нёфами. Пап, что не так? Даня, не стоит больших денег, а при выстреле даже в царь попасть не можешь. Пап, ты не понимаешь. Во-первых, у меня уже есть своя колено. Во-вторых, играть с Нёфами это намного лучше, чем весь день сидеть втыкать в телефоне. Ты не понимаешь, ты не прав. Нёфы-то фан по-любому. Вот возьми любой, например, вот этот. Выстреливай. Ты понимаешь, что Нёф это неточный. Да, что ты рассказываешь? Он не точный. Ты не прав. Попробуйся точно. Знай это точно. Ну вот, опять без настроения перешел. Мало того, он и так постоянно на работе. А когда приходит, тогда вечный слой. И по поводу неточных Нёфов, он не прав. Надо ему это доказать. И я даже знаю как. Пап, ты не понимаешь. Игрушку лучше, чем Нёрф, ещё не придумали. И я хочу тебе это доказать. Давай ты выберешь три любых Нёрфа, какие сам захочешь. И мы на улице их испытаем. И тогда ты поймёшь, что Нёрфы это и точность, и мощность. Ну пойдём, Пап. Нёрфы ты весело увидишь. Хорошо, Дань. Давай попробуем сделать такой тест. Но если твои Нёрфы тест не проходят, ты больше не покупаешь ни одного Нёрфа. Согласен? Да. Ну что ж, Пап. Выбирай три любых Нёрфа. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы ты понял, какие они крутые. Ну, Дань, смотри. Если Нёрфы не пройдут тест, ты знаешь больше ни одного Нёрфа. Понял? Нёрфы ничего. Я уверен в том, что они пройдут тест. Выбирай. Так. Разберем этот. Вот этот возьмём, давай. Ну, давай. Вот таких тренёрцев давай попробуем. Посмотрим. Они все разные по классу. Заодно и проверим, насколько они точны. Для начала давайте вот этот тест начнём. Что это такое? Это не с вот этого. Это Нёрф Буйдог. Во-первых, Папа, у него два режима стрельбы. И быстрая смена первого на второго перемещением рукоятки. Во-вторых, в комплекте идёт шесть больших стрел Акустрайк. Чтобы ты понимал, стрелы Акустрайк обеспечивают точность. А также сбоку на бластере есть место для хранения трёх стрел. Ну, если ты говоришь, что это такой крутой нёрф, давай осложним задачу. Цепляем мишень на квадрокоптер, запускаем и стреляем по мишени. Хорошо. Я думаю, он с этой задачей справится. Сейчас проверим. Гань, квадрик запустил, давай нёрфим. Это мой, это мой. Отлично. Я думаю, это такое расстояние. Подима, давай выше его ещё немножко. Давай, давай. Я думаю, этой высоты будет достаточно. Кто начинает? Ну, давай ты начинай, Кера. Она к тому же движется. Смотри, будет сложнее попасть. Ну, слушай, попал. Смотри, третий раз попаду. А ну, давай. Три выстрела, три попадения. Случайно, стопудово. Сейчас я попробую. Динь, так он правда попадает, да? А ну ещё. Пробуем ещё раз. Ну чё, пап, что скажешь? Меткий или нет? Ну да, Дань, прикольная штука. И он действительно меткий. Никогда не мог подумать, что нёрф может быть настолько меткий. Прикольно. Я так понял, что, ну, Робульдог прошёл свой тест, да? Да. Что дальше берём? Давай. Нёрф из серии Райвел. Чё можешь про него рассказать? Во-первых, Райвел это моя любимая серия. К тому же, Кронос очень удобно лежит в руке, что очень немаловажно во время перестрелки. Да, да, неправда в руке хорошо лежит. Среди Райвела он тот самый, который помещается в любой рюкзак. Вместительность – пять шариков. Механизм – пружинный. Преимущество в том, что у него нету модулей для шарика. Заряжается он сверху, а это значит, что во время батла можно без лишних движений вставить один шарик и продолжать фарм. Да, прикольно. Дальность стрельбы – более 20 метров. Также можно купить нёрф в двух расцветках – синий и красный, чтобы разбиться на команды и играть в командную игру. Ну, ещё у него есть предохранитель, что очень важно. Ну, тогда давай проверим его на мощность. Будем стрелять под кирпичной стеной, окей? Под кирпичной стеной? Сейчас мы эту кирпичную стену на раз-два разнесём. Ну, что, будем вместе расстояниивать? Давай, с какого расстояния? Давай отсюда. Поехали. Давай. Ничего себе. Как ты говоришь, он называется? Кронос из серии Райвел. Не, ну он реально мощный, ты мне это доказал. Да, согласен. Я сам не ожидал от него таких результатов. Ну, что, едем дальше? Да. У нас остался ещё нёрфт Рукус. Это вот эти вот нёрфты. Ты сейчас спросишь, что ты можешь про них рассказать? Ну, да, расскажи, что это про них. Так вот, начнём с того, что в магазин вмещается 8 стрелок. Плюс в нём шумная перезарядка. И название Рукус созвучно с английским словом Рукус, что в переводе означает шум. Ты представляешь, магазин автоматически сдвигается, и можно выстрелить 8 стрелок подряд. Это классно. Сейчас проверим его на деле. Ага. Я думаю, это то место, где можно проверить эти нёрфты, на что они способны. Да, согласен. Ну что, Па, начинаем нёрфть? Давай, считай до 10, убегай. Раз, два. Два. Буду ждать его из засады, если он меня найдёт. Десять! Даня, я иду тебя искать. Где мне тебя искать, а? Спрятался где-то. Дань, ты где? Да здесь я, здесь я, пап. Ищи меня. О, а ты совсем рядом. Я тебя жду. А, вот ты где. Сейчас дадим опор. Да, давно я такие игры не играл. Я ж тебе говорила, это весело. Ну что, лови стрелы. Давай. У меня стрелы. У меня тоже стрелы закончились. Ну что, клёво провели время? Это прикольно, конечно. Я не ожидал от них такое, Дань. Да. Одним словом, нёрф это фан. Да, я с тобой согласен. Ну что, пап, как тебе руку? Реально крутая и безопасная игрушка для детей. Мне нравится. Мне кажется, он свой тест тоже прошёл. Согласен полностью, Дань. Ну что, моя коллекция вообще как бы будет пополняться или нет? Честно, Дань, я поменял своё мнение к нёрфам. Твоя коллекция будет пополняться. Спасибо, пап. Ребят, переходите на сайт nerfrussia.ru и в группу NERF ВКонтакте. Потому что там можно найти всю инфу про нёрф и посмотреть другие клёвые видосики. Ссылка будет в описании. Ну что, пап, пойдём? Только пообещай мне, что на следующих выходных тоже с тобой понёфим. Обещаю, да. О, чуть не забыл. Нёрфовские вещи, в том числе и футболки, вы сможете купить в детском мире. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!